видео журнал горячий мастер представляет тему сложное устройство камеры сгораний печей не приносящих никакой дополнительный эффект мы видим печи где на картинках печи в разрезе вы сможете увидеть самые причудливые конфигурации поворотов разворотов пламени внутри печи вы увидите вот эти чудеса цирк пламени в камере сгорания печи на самом деле все это не работает вот мы возьмем с вами к примеру вот такую вот печь со сложным внутренним устройством дымохода внутреннего в печи имеется виду или назовем это газохода где горячие газы должны как-то петлять вот видите у нас сейчас выделено сложный маршрут горячего дыма внутри печи но на самом деле вот посмотрите стрелка сейчас описывает все вот эти закоулки в которых и с фонариком ничего не поймешь в которых якобы должно биться пламя и раскалять всю печь и вот эти вот стенки которые сейчас перед нами мерцают вот эти вот перегородки разделяющие вот этот прямой путь пламени дымоходу и только одна стенка обращенная в каменку которая действительно может накаляться от пламени которая действительно принесет пользу в этой печи чтобы разогреть ее то есть вот огонь горит а каменка греется а вот эти все перегородочки которые мелькают они просто горячие сами по себе они накалены но не могут отдать своего тепла ни камням ни внешним стенам печи а просто дым проходит через эти перегородки петляет там очень сложно и устремляется куда-то в небо в чем смысл этих перегородок кто придумал такие сложности в устройстве печи давайте немножко отвлечемся мы вам предлагаем ссылку на очень популярное наше видео о дымоходах посмотрев это видео даже две ссылки вы можете посмотреть и увидеть какой сложности дымоход строить и какая высота у него может быть ну вот давайте возьмем пример еще один вариант печи где внутри этой печи выполнено прям какое-то пламенное сердце внутри которого должно биться адское пламя которое будет выдавать неистовый жар вот видите вот это вот кольцо мигающее как раз все вот эти вот сложные приспособления для того чтобы пламя там омывала все заколуки ваши каменки чтобы все это работало как следует но никто не понимает что вообще во всех печах пламя то не бьется до самой вершины только половина печи занимает вообще само пламя потому что сильно откроете поддувало дрова больше сгорят за 20 минут а потом надо будет подкладывать новые если вы тогда посмотреть что выше вот это разделить на черты ниже которой у нас должно гореть пламя вот у нас пламя горит пламя горит не высоко а все остальное выше это получается идет дымоход но дым идет а каменка тогда получается никак не прогревается если у вас пламя слабая и вот видите у нас нарисованы как бы остывшие камни в чем смысл тогда устраивать сложности дымоходах печи если сама печь в общем-то не будет гореть с той мощностью чтобы пламя во всю во всех этих газоходах именно горела она может гореть там если вы откроете полностью зольник если вы откроете полностью регулятор подачи воздуха наложите печь крупными массивными сухими качественными дровами тогда огонь будет гореть даже в дымоходе но как правило этого не происходит люди привозят сырые дрова укладывают их в печь и начинают топить это можно увидеть по состоянию делала в топящейся бани соседа с улицы как там идет из трубы фактически не дым а белый пар и только когда печь уже погорит часок-другой только потом начинает оттуда жар из трубы идти а до этого все время там горит какая-то сырость непонятная и как не открывая поддувало вот это сырые дрова они никогда не будут гореть так чтобы во всех этих сложностях печи петляла пламя чтобы прогревать всю эту каменку предлагаю вашему вниманию ссылку на очень популярное видео в которой мы рассказываем как правильно устроить полы в бане и при этом они будут теплые и ничего не будет плесневеть у вас под полом ну давайте посмотрим по печи которая снаружи завалена грудой камней в этой печи также устроены какие-то непонятные внутренние перегородки которые не являются перегородками печей длительного горения но этот дополнительный экран вот кажется что он должен быть раскален он конечно может быть раскален но как же он будет влиять на прогрев камней если он непосредственно не прилегает к этим самым камням и по этой перегородке движутся дымовые газы горячие перегретые или пламя в разном случае по-разному но эта перегородка по моему мнению просто отражает все тепловые лучи обратно к центру пламени вот посмотрите у нас есть ссылка на видео популярное на нашем канале в котором вы можете посмотреть о применении вот таких вот засыпных печей с каменкой открытой и как вообще польза от этого или нет ну давайте перейдем к рассмотрению следующей модели печи видите еще один вариант печи в котором наваренные вот такие вот внутренние ребра которые усложняют движение дымовых газов создают там некоторые завихрения многие производители позиционируют свои такие печи как инновационные как супер эффективные но на самом деле то же самое эти печи отражают все свое тепло по направлению к пламени и пламя никак не прогревает другие стены печей из-за этого более эффективно на самом деле все выглядит гораздо проще вот простейшая печь и мы с вами должны понимать что никогда пламя в печи практически никогда не горит так чтобы до трубы вылетали языки пламени на самом деле это большая лень постоянно ходить и подтапливать печь чтобы она гудела и когда печь горит вот на таком слабом режиме то вот эти вот скудные стеночки которые у нас вот красным выделены внутри печи они прогревают конечно саму каменку но при этом пламя не лижет даже вот это нехитрое устройство отвода дымовых газов а как вот на этом рисунке у нас изображено пламя буйствует в этой печи и всевозможными зигзагами омывает каменную вот эту вот закладку в самой каменке лижет ее и потом устремляется дымоход на самом деле это полная ерунда пламя едва касается нижней части этой каменки своими языками потому что пламя горит слабо вот обратите внимание на ссылку которую мы предлагаем на видео видео в котором мы рассказываем как можно сделать дополнительные ребра теплодачи на дымоходах это дополнительно будет греть вашу баню экономить ваши дрова ну а вот такие вот варианты печей где внутреннее движение дымовых газов усложнено всевозможными перегородками вот эти вот лабиринты внутри печи для огня на самом деле все это в корне неверно пламя должно гореть внутри обычного металлического ящика и не только прогревать непосредственно своим пламенем касаясь стенок печи но еще и излучая тепловые вот эти лучи на сами стенки печи чем больше будет всевозможных преград и ребер на пути вот этого излучения открытого пламени к стенкам печи тем меньше будет эффективность прогрева самих стенок печи и всего что за ними находится как правило за ними находится либо закладка самих камней в каменке либо какие-то полости для тепловой конвекции либо просто печь открытая для того чтобы воздух бани грелся через эту стену возможно через ребра теплоотдачи печи обратите внимание на наше видео которое мы рассказываем о печахе ход мастер вот ссылка перед вами на которых вы видите как приварены вот эти ребра теплоотдачи как бы не горело это пламя в вашей печи если оно просто гуляет непонятных лабиринтах изолированных от внешних стенок или от самой каменки то вся эта конфигурация полная ерунда и глупость это усложняет саму конструкцию печи это повышает стоимость этой печи а экономии дров никакой не приносит вот такое мнение горячего мастера о сложных конструкциях внутренних дымоходов газоходов раскаленных дымовых газов все это полная ерунда предлагаем вашему вниманию ссылку на очень популярное видео на нашем канале в котором мы рассказываем о устройстве выносной топки в предбанник или комнату отдыха вы посмотрев сможете решить стоит вам так делать своей бани или не стоит потому что мы максимально все обосновываем печь должна быть простая и надежная и ничего не надо лишнего вот посмотрите сейчас мы перенесем каменку от задней стенки печи поближе центру пламени достаточно чтобы каменка располагалась непосредственно над сердцем пламени чтобы пламя омывало его как можно больше с трех сторон и вместо каменки которые мы с вами переставили в сердце пламени сзади можно установить водогрейный бак который с задней стенки печи находится и довольно легко и можно будет регулировать тогда вот посмотрите если у нас каменка находится в самом сердце пламени то вот эти вот стенки самой каменки которые постоянно находятся под нагревом они будут передавать температуру самим камням и наши камни будут горячие это то чего не хватает в большинстве бань поэтому если ваши камни согрелись вы достигли нужного результата а если вы считаете что вода закипает очень быстро в вашей печи то тогда вы уже подкладываете дрова не к задней стенке печи а как можно ближе вперед чтобы прогревались больше камней и не кипела при этом вода а если вам нужно сильнее согревать воду то вы уже дрова перемещаете ближе к задней стенке можете их даже немножко вертикальнее ставить вначале при растопке тогда и вода будет греться и более эффективно ну и достаточно будет пламени самим камням но предупреждаю никогда нельзя забивать печь до упора наставите дров у задней стенки около водогрейного бака и под каменкой и запалите большой объем дров не может гореть печи газы будут взрываться и печь будет курить пыхать из передних своих всех регулировочных отверстий что очень нехорошо итог такой если вы хотите сами себе построить печь то ни в коем случае не усложняйте ее если вы хотите получить печь нормальную от производителя то обязательно посмотрите чтобы она была очень просто устроена чтобы камни были непосредственно над огнем но не где-то высоко где обычное слабое пламя до него не достанет а непосредственно в самой прямой близости 30-35 сантиметров от зольника до нижнего самого края каменки до вот этого бачка в котором лежат камни я считаю это самое нормальное достойное расстояние служите совет умных людей подписывайтесь на наш канал